Эйнштейн не был полностью удовлетворен специальной теорией относительности. Причина этого в том, что эта теория применима только к системам отсчета, которые движутся с постоянной скоростью друг относительно друга. То, что мы называем инерциальной системой отсчета, определенной еще во времена Галилея. Что будет, если эти системы отсчета будут двигаться с ускорением? Давайте представим, что поезд, который ехал с постоянной скоростью в предыдущем примере, вдруг начал ускоряться. Что будет? Чтобы включить ускорение в теорию относительности, Эйнштейн должен был обобщить теорию. Он обнаружил, что если мы берем во внимание ускорение, то придется принять во внимание и гравитацию также. Позвольте мне объяснить на примере, что это значит. Из поезда мы пересаживаемся в ракету. Давайте представим, что наша ракета летит с постоянной скоростью или стоит на месте. И внутри ракеты, эта ракета находится вдали от каких-либо источников гравитации, так что это значит, что внутри ракеты космонавт летает в невесомости. Если у нас есть коробка сахара, опять коробка сахара тоже свободно летает. Давайте теперь представим, что теперь ракета вдруг начинает ускоряться. Вы, конечно, можете представить, что космонавт вдруг упадет на пол. И то же самое, коробка сахара тоже начнет двигаться к полу. Эйнштейн говорит нам, что мы не можем, если на ракете нет иллюминаторов. Мы не можем провести различия между этой ситуацией с ускорением ракеты и ситуацией, когда ракета покоится в гравитационном поле. Космонавт тоже будет стоять на ногах, и коробка сахара будет тоже падать вниз. То есть, в контексте в контексте общей относительности Эйнштейн утверждает, что ускорение очень похоже на гравитационное поле. Позвольте привести второй пример, похожий на первый. Во втором примере у нас есть лифт, и Эйнштейн в этом лифте. Лифт движется с постоянной скоростью. Эйнштейн бросает пачку сахара, и она падает на пол лифта. Ну, а теперь сыграем с Эйнштейном одну шутку. Перережем канат лифта. Так что лифт оказывается в свободном падении. Как видите, Эйнштейн парит в лифте, так как Эйнштейн падает вместе с лифтом. И также пачка сахара тоже свободно парит внутри лифта, потому что она падает с той же скоростью, как Эйнштейн и лифт. Все три предмета падают одинаково. Так что у нас в двух примерах совершенно одинаковые ситуации. В лифте у нас внешнее гравитационное поле. слева все летает так же, как в ракете, вдалеке от источников гравитации. И вы видите параллель между ситуацией в лифте и в ракете, что показывает эквивалентность между ускоренным движением и гравитационным притяжением. пытаясь применить специальную теорию относительности к ускоренным системам отсчета, как ракеты или лифт, Эйнштейн заметил, что теория также должна включать и гравитацию. Давайте вернемся к определению массы. Выясняется, что мы идентифицировали массу в двух немножко разных контекстах. Один — это инерция, то есть сопротивление движению или изменению движения. Другой контекст — это гравитационная сила Ньютона. Вспомните, что гравитационная сила пропорциональна массам двух тел. Но в данном случае мы говорим о гравитационной массе. Ну а в другом примере, в случае, мы говорим об инерциальной массе. И достаточно строго эти массы равны. Это то, что мы называем массой объекта. Ну а теперь сопротивление движению ассоциируется с ускорением, потому что ускорение означает, что скорость меняется. если мы пытаемся изменить движение от равномерного к какому-нибудь другому, то мы это делаем, делаем, придавая телу ускорение. С другой стороны, гравитационная сила ассоциируется, конечно, с гравитацией. Как видите, связь, которую Эйнштейн провел между ускорением и гравитацией, напрямую следует из равенства гравитационной и инертной массы. гравитационной массы и инертной массы. Таким образом, общая теория относительности основана на равенстве этих двух масс. Это также известно как принцип эквивалентности, который является базой всей теории Эйнштейна. Этот принцип эквивалентности имеет далеко идущие следствия, самые поразительные из которых это искривление луча света вблизи массивного объекта. Чтобы показать, откуда берется этот эффект, позвольте мне вернуться снова к примеру с ракетой. Во-первых, вот неподвижная ракета или ракета, летящая с постоянной скоростью. Давайте проведем эксперимент, похожий на тот в поезде с Эйнштейном. Я запускаю луч света через кабину ракеты. Все знают, что свет распространяется по прямой линии. Ну вот, прямая линия. Теперь представим, что ракета включает двигатели и таким образом она начинает ускорение. Так как скорость света конечна, лучу требуется время, чтобы пересечь кабину. и пока он движется через кабину, из-за ускорения ракета движется вперед, и вы можете представить, что в кабине понемногу луч искривляется. лакет 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 Теперь мы можем понять принцип эквивалентности Эйнштейна. Эйнштейн говорит, что невозможно различить, находясь в кабине ракеты, ускорение и гравитационное поле. Он утверждает, что гравитационное поле должно тоже искривлять лучи света. Это означает, что вблизи массивных объектов луч света искривляется из-за присутствия большой массы. Это предсказание Эйнштейна было подтверждено вскоре после публикации общей относительности. Было обнаружено, что вблизи Солнца лучи немного изгибаются. И начиная с этого момента все начали говорить об Эйнштейне как о легендарном физике, который предсказал, что лучи света движутся не по прямым линиям, и это было подтверждено наблюдениями. Чтобы лучше понять, почему лучи света изгибаются, нужно уяснить, что вблизи массы пространство во время деформируется. Как и в случае с этим матрасом с большим камнем посередине, если бы не было камня, и мы бросили бы шарик, он прокатился бы по прямой линии. Но из-за присутствия камня, когда мы бросаем шарик, и шарик проезжает вблизи камня, траектория шарика будет искривлена, изогнута. Таким образом, деформация матраса, деформация пространства времени, это эффект, который заставляет лучи света и изгибаться вблизи большой массы. Позвольте привести вам несколько замечательных примеров этого явления, что свет искривляется из-за гравитационного притяжения. На первой картинке здесь вы видите черную дыру, окруженную диском материи. Мы вернемся к черным дыру на последние недели этого курса. Но вы видите здесь эффект. Диск здесь в форме шляпы. Но на самом деле диск плоский. Но свет, который идет с задней части диска, изогнулся в гравитационном поле черной дыры, которая очень сильная, и поэтому кажется, что диск изогнут в форме шляпы. На второй картинке вы видите скопление галактик. и некоторые из них, как видите, имеют форму дуги. На самом деле, эти галактики находятся за скоплением, но их свет, когда идет в сторону наблюдателя, встречает скопление галактик, то есть огромную массу, и луч света искривляется этой массой между удаленной галактикой и наблюдателем. Получается что-то вроде линзы. Эта линза деформирует изображение дальних галактик и придает им форму дуги. Мы также вернемся к этому в скором времени, когда будем обсуждать темную материю, потому что, как вы увидите, между наблюдателем и удаленной галактикой находится не только светящаяся материя, но также и темная материя. света давайте подведем итоги. Света это электромагнитная волна с конечной скоростью, и эта скорость константа природы. Это означает, что ее значение одинаково во всех системах отсчетов. Это имеет далеко идущие следствия. В особенности это привело Эйнштейна к необходимости ввести понятие пространства времени, потому что определения пространства и времени оказываются смешаны в условиях конечной скорости света. Когда Эйнштейн попытался обобщить это на системы отсчета, движущиеся с ускорением, он открыл, что ускорение действует так же, как гравитационное поле. Таким образом он ввел гравитацию в свою теорию относительности. И опять же, эта одинаковость между ускорением и гравитационным притяжением привела к принципу эквивалентности, лежащим в основе общей теории относительности Эйнштейна, которая имеет далеко идущие следствия. Некоторые мы уже рассмотрели на этой неделе и мы увидим еще больше в будущих лекциях. 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 Продолжение следует...